В гостях у Елены Друзья мои, я вас приветствую! Вы на канале В гостях у Елены. И сегодня я не планировала такого видео. Очень устала. Просто глядя на вот это, что здесь у меня творится, на вот эти вот банки, на все закаточки, вы поймёте, что я просто очень устала. От закаток, потому что 30 градусов. Но мне хочется своих любимцев впустить в дело. Они меня отблагодарили огромнейшим урожаем. Несмотря на мою болезнь, они росли. Они не видели моей ласки, моих добрых слов утром. Когда я заходила в теплицу, раньше говорилось, доброе утро, мои дорогие, доброе утро, мои томатики. Как вам тут, хорошо или плохо? Что ж вам дать, мои дорогие? Нет-нет, я не сошла с ума. Это именно так и было. Это я приняла от своей мамочки. Она всегда разговаривала со своими растениями. И говорила мне всегда, что это живые эмбриончики, что всё живое, всё дышит и слышит. Это мамочкины слова. И я очень благодарна в этом году своим растениям, которые красиво цветут, которые радуют меня, которые дают хороший урожай. Это овощи. Без меня. Нет, в смысле без меня. Сейчас я скажу. Они со мной были. Но в какое-то время я уехала. Потому что вот так вот атаковала меня болезнь. Мы никто не застрахованы от этого. Но они были посеяны с любовью с января месяца, конца. Я их растила зимой, весну и до самого лета. Я их любила. Я лихолила, лелеяла. Я пикировала. Я ухаживала за ними. Я их посадила в замечательные теплицы. Каждый в свой домик. Я за ними ухаживала какое-то время. Дала им питание. Любовь свою. А дальше вот эти замечательные дары перешли в руки Артёма. Он первый год освоил этот труд. И, конечно же, не идеально, но всё-таки у него получилось. А получалось только всего лишь поливать. И подвязал он томаты. Потому что подкармливать, как и я даю подкормки, конечно же, мои томаты не видели. Но они росли. Уезжая, я их попросила. Радуйте меня, мои золотулечки. Потому что я вложила в вас всё. Я вас очень люблю. И думаю, что вы отблагодарите меня. Растите. Будьте умнички. Давайте урожай. И я обещаю вам до конца всех-всех устрою туда, куда нужно. Да-да. Потому что овощи, они предназначены для того, чтобы кушать, для того, чтобы консервировать. И так и далее. Ну вот, друзья мои. Я сегодня не собиралась вам снимать видео. Но просто подумала, что нужно дать этот замечательный рецепт. Может быть, я и сниму потом его. Как вот нужно, поэтапно. Но сейчас я вам хочу рассказать. Этот соус из желтых, не желтых, а оранжевых томатов. Из замечательных моих красных томатов, перцев Рамира. Когда я придумала этот соус, мои детки тогда были маленькие. Всегда, когда я готовила что-то, девочки мои, хозяюшки, мои доченьки и сынолечка, они возле меня крутились. И я их всегда учила всему. Они просили. Я им рассказывала. Они у меня все знайки. Но есть кого. И сыночек мне сказал. Нет, вернее, я сказала. Ну да, придумала я этот соус. Вот этих желтых, оранжевых помидоров у меня много появилось. Когда только тогда новиночки, когда только появлялись сорта, сделала я этот соус. Конечно же, не Рамира был перец, другой. И томаты были другие. И думаю, как же их назвать? Как же его назвать? А сыночек сидит и говорит. Мамуля, а ты просто назови. Мамочкин соус. Вы не поверите. Именно так я и назвала этот соус. Мамочкин соус. Вот так. Теперь с моему сынуличку 21 год. Он успешный, замечательный человек. 22 ему будет, но 21. Он покупает сам уже вторую машину и не какую-нибудь, а новую. Он живет сам, оплачивает жилье и радует маму с папой. Сыночек, привет тебе! Мой хороший, мой любимый, мой самый дорогой, единственный сыночек. Поскребыш мой. У нас три доченьки, красавица. И лапочка, сыночек. Очень много есть у меня рецептов. Наверное, вы знаете, уже я давала кое-какие, когда называли у меня их дети. Итак, что же в этом рецепте находится? На 3 литра протертых томатов, оранжевых вот таких вот, можно и желтых. Значит, я беру 4 перца сладких, не маленьких, таких нормальных, 4 луковицы. Значит, томаты я увариваю слегка, минут 10-15 нарезаю кубиками. Затем протираю через сито, как это я обычно делаю, вы знаете. Ставлю на огонь. Когда закипит, минут 20 покипит у меня томатная масса, нарезаю перчик кубиками, нарезаю лук кубиками и тоже сюда бросаю. И вот эта масса будет у меня тушиться очень долго. Уварю я ее почти до половины. Ну, почти до половины. Затем я ее пюрирую. Но ее можно будет и не пюрировать. Этот соус можно оставить и с кусочками. Будет тоже очень вкусно и красиво. Этот соус точно так же можно использовать для пиццы, для спагетти, для мяса, для картошки, для чего угодно, дорогие друзья. Если вы заметили, то вам покажется, что этот соус красный. Я просто не показала вам желтый цвет, а поставила уваривать уже с перцами красными, краснючими. И вот такой цвет дал. Смотрите, что я хочу сказать. Даже желтые, оранжевые томаты можно использовать. Потому что был вопрос и не один, что же делать, Лена, из желтых томатов, как кроме их кушать. Ну, консервировать. Можно ли их использовать еще куда-то. Вот я сюда использую. Я уже вам выложила видео о том, что я делаю томатный сок. Это тоже очень вкусно. Это замечательно. Но я сейчас вам хочу вставить, как я протирала эту массу. У меня есть такое видео. Кусочек видео. Я сейчас вам вставлю. Посмотрите, какие они были. И уже закипела у меня масса. И уже минут 10 кипит с всеми овощами вместе. Так вот, смотрите. Ну вот, настала очередь из желтых томатиков. Не желтых. Я всегда путаю. Это оранжевые томаты. Желтые. Они прямо желтенькие, нежно-желтые. Вот здесь у меня 5-литровая кастрюля. Вот. Я ее наполнила. Смотрите, даже семян нет. Вот вы просто потрудитесь, найдите хоть одно семечко. Видите, какая мякоть. Какие томатики. Вот я и нашла одно семечко. Вот. Вот из прям полное-полное. Видите, сверхушка 5-литровая кастрюля. Вот. И потом я вам покажу, сколько выходит сока чистого, чистой мякоти, пюрообразной такой, из желтых, вернее, оранжевых томатов. Из желтых тоже так. Точно так же. Они тоже такие же вкусные, такие мясистые. Ну и вот, сколько у меня вышло из желтых помидор. посмотрите, какая мякоть. Очень, очень нежная такая. Посмотрите, какая прелесть. Не знаю, как я протираю, ни одна машинка не протрет, вот, не вытащит всю мякоть, все, все. Протираешь, когда получается одна сухая шкурка и семечки, все вот это сюда. Только не перестарайтесь, потому что может, семечко можете протереть и такие беленькие такие стружечки будут на соке. Вот так. Вот эти у меня штучки имеют 3 литра. И что дальше? Уварила я до половины, если хотите, не до половины, а раньше. Хотите, пюрируйте, хотите так. Добавляю на оставшуюся массу одну столовую ложку соли без верха, без верха, 130 грамм сахара, можно 150, это будет нормально, будет очень вкусно. И в конце я добавляю сюда смесь перцев, через вот такую ступочку протираю, добавляю сюда и потушиваю еще минут 5, затем я добавляю еще одну столовую ложку 9% уксуса, убираю с огня, тщательно размешиваю и разливаю по баночкам чистым, стерильным. Баночки я мою с содой и крышечки тоже, стерилизую и крышки тоже, все, что было сухое, чистое, стерилизованное. Затем выкладываю соус и переворачиваю баночки вверх дном, оставляю до полного остывания. Вот вам и соус мамин, мамочкин соус, так сказал мой сыночек. Вот так. Ну что ж, дорогие друзья, не подумайте, что у меня крыша съехала. Просто, вы знаете, когда я готовлю вот этот соус, я всегда вспоминаю, как это было. Маленьких деток, те заботы, которые у меня были с ними, те прекрасные минуты, те счастливые минуты. А сейчас мои детки покинули гнездышко. Все улетели. Каждый в свое гнездышко. Простите, сегодня у меня день воспоминаний. Но вы же для меня тоже родные. Пусть и не близко мы знакомы, но я вам очень доверяю. И вот уже двоих дочек мы выдали замуж, третья на очереди и сыночек четвертый на очереди. Они бы, конечно, в одно лето все сделали свадьбу. Да, они сказали, что мы по очереди. Вот такие дела у нас. Вот только недавно выдали мы доченьку Элиночку замуж. Замечательную девочку, умничку, за замечательного человека, а другого быть и не могло. Замечательный зять Денис, замечательная семья, мама, папа, чудесные люди. Также и старшеньку, и Танечку, которая родила нам Марка, вами всеми любимого. Маркушеньке, ему пять лет уже. Также он замечательный зять. Вот уже, вот уже почти семь с половиной лет он в нашей семье и всегда он радует. Он замечательный зять, замечательный папа и муж. Я рада, что у моих деток все хорошо. Также я рада и третьему зятю, который будет. Он тоже замечательный. также я рада и своей снохушке, будущей нашего сына Вовы. Танечку, она замечательная. И вы знаете, я вам скажу одну такую умную вещь, как говорят, которую говорила мне моя мама. Она говорила, когда ее спрашивали, как взять, все ли там хорошо, все ли тут, как там. В общем, как и мы все порой встречаемся и спрашиваем друг друга. Она сказала, она говорила замечательно. Полюбил мой сын, сделал выбор. Он выбрал. Значит, я принимаю. Это выбор моего сына. И я выбираю, и я принимаю. Такая, какая есть. Она есть, он ее любит, и я буду любить. Так же и зять. Полюбила дочь, привела в дом, и я полюбила, и я приняла, потому что она полюбила. Это моя дочь. Вот и все. Никогда она не искала плохого ни в зятьях, ни в снохах. Никогда она в жизни не лезла в семье. И это передала нам, что на сегодняшний день делаю я. Мой старший зять, знаете, как говорит, такой тещеньки, как у меня, нет ни у кого, да что вы, нет вообще на белом свете. Красавица, умница, замечательный человек, я ее обожаю. Кирюшка, привет тебе, дорогой мой зятечек. Вот так. Ну что ж, пока я вам тут рассказывала, я решила вам за этим соусом рассказать небольшие такие, ну в общем поделиться с вами тем, что сегодня моя душа, мое сердце располагает, тем, что я могу с вами поделиться. Друзья мои, я не буду пюрировать этот соус, посмотрите, что творится, посмотрите, перчик как разварился уже, еще будет развариваться, я буду сейчас уваривать еще, ну думаю, по моим подсчетам, ну где-то наверное минут 20, потом я подключусь и покажу, сколько у меня получилось, я разолью по паночкам, я думаю, что не показав, как я тут прокручивала, то есть нарезала, как протирала, вот все тщательно, вы меня поняли, каков этот рецепт, я вам продиктовала, готовьте, это очень вкусный рецепт, это замечательный вкусный рецепт, и сажайте, вернее, сейте, затем сажайте желтые, оранжевые томаты, в них очень много каротина, они очень полезны, в них столько сахара, они очень сладкие, вы будете очень довольны, ну что ж, будем ожидать готовки мамочкиного соуса, ну что ж, мои дорогие, соус мамин уже готов, конечно же, будут платочки, будут резиночки, и будет надпись, безусловно, пока сейчас у меня нет времени, вот ровно столько у меня из того количества вышло, значит, соуса, я не буду вам по литрам тут показывать все, ну, вы сами зрительно можете понять, вот здесь вот, видите, я посмотрела в баночке, у меня не было маленьких, у меня вот такая вот самая маленькая осталась, но это куда потом, и вот такая здесь в квартире, но все-таки в принципе ничего, нормально, первую откроем ее баночку, в принципе, вот так вот по плечике, я, конечно, люблю, чтобы у меня полные баночки были, но вот так уж получилось, так получилось, ну, что ж, мои дорогие друзья, я очень рада была вам показать этот рецепт, конечно, не хотела, но набралась сил из уважения к вам, и решила показать, и рассказать, как родился этот рецепт, хочу пожелать вам всего самого дорогого, это иметь общение со своими детьми, любить их, уважать их, а самое главное уважать их мнение, ведь они личность, быть друзьями, подругами, это самое главное, и тогда они будут вам доверять, я лично имею такие отношения со своими детками, чего я вам желаю, мира еще желаю, любви, добра, всего самого-самого доброго, самого хорошего, все, что есть на белом свете, все к вашим ногам, дорогие друзья, будьте счастливы, любите и будьте любимыми, прощайте и милуйте, и вам воздастся, ну, а вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены, и сейчас я поставлю вам свои фотографии, полюбуйтесь мной, спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok